всем привет с вами подкаст про жилье сегодня мы поговорим про ремонт и поможет нам в этом максим сенькин руководитель строительного управления сервиса по организации ремонту угол здравствуйте максим здравствуйте ну для начала какие типичные ошибки совершают люди которые приступают к ремонту ну их можно сказать две самые такие глобальные потому что эти ошибки влекут следующие ошибки как лавина первое это халатное отношение к планированию ремонта то есть когда ремонт начинается стихийно не задумываясь где что как и как он будет происходить это самая главная ошибка которая влечет потом ошибки связаны с проектированием вот поэтому прежде чем вообще приступать к ремонту закупать какие-то материалы надо определиться какой во первых ремонт вы хотите а если это семейная пара выяснить между собой кто как в этот ремонт представляет потому что супруга свое представление у жены другое а если там еще бабушка дети и так далее у них 3 поэтому начать с проекта хотя бы простого минимально чтобы определиться где кто что хочет какие зоны что ожидает от чистовых материалов как-то будет выглядеть на его вторая ошибка это экономия на черновых материалах и на черновых работах все что связано с штукатуркой выравниваем полов и так далее так далее это основа ремонта и ошибки на этой стадии влекут глобальные проблемы на финальном этапе и они видны только уже когда будут применяться чистовые материалы поэтому переделка таких работ она может съесть прям половину стоимости ремонта все поэтому на черновых работах если клиент или заказчик планирует все-таки выполнять выравнивание стен экономить точно не стоит хорошо а на чем тогда можно сэкономить сэкономить можно на работах простота это вот дает большую экономию то есть не выбирать дорогие стили где много декора и сложных работ поэтому первое это пытаться если нужно сэкономить сделать простой ремонт использовать материалы без рисунка потому что за подгонку рисунка что на обоих что на плитке мастера берут дополнительные деньги потом сам формат чистовых материалов тоже выбирать стандартные размеры то есть если плитка стандартная 60 на 60 принято как стандартная плитка в ремонте и мастера берут за нее минимальную стоимость заработать то если у вас плитка более крупноформатная или мелкоформатно они будут брать больше стоимость за сложность работ также и с обоими подгонка рисунка тоже маляры будут брать дороже на что мы еще можно сэкономить непосредственно системе например водоснабжение есть система последовательная тройниковая так называемая когда вода подается к сантехническим прибором последовательно и есть коллекторная которая более продвинутая когда каждому сантехническим прибору подходит своя труба из этой системы понятно что труб на коллекторную систему ходит больше но ее главное преимущество что она ликвидирует возможность перепада давления воды когда несколько сантех приборов сразу одновременно используется например если кто-то моется в ванне и кто-то решил помыть посуду то перебоя с водой не будет последовательной же системе человек который например моется ванне может ошпарить ну стандартная ситуация особенно в недорогих ремонтах или в ремонтах от застройщика используется обычно вот такая система здесь можно эту историю минимизировать если предполагается что это например студии там один человек проживает то вероятность что он включит два прибора конечно минимально но сейчас начинается распространение приборов умных так сказать стиральная машинка автоматически начинает вдруг включаться посудомойка и так далее то это не решает конечно полностью эту проблему поэтому рекомендую если уж хотите сэкономить можно взять эту тройниковую систему но хотя бы смеситель на ванну на душ установить с термоголовкой чтобы вы выставили температуру до вас не ошпарит и ребенок если есть дети тоже не пострадает да но проблемы с перепадом воды будут про жилье если тема продажи вторичной недвижимости вам близка обязательно заместите ваш объект в маркет про более 58 тысяч риэлторов увидят его при этом размещение для вас бесплатное про жилье вообще каждому ли ремонту нужен дизайн проект дизайн проект такое понятие размытая на самом деле есть дизайн проекта где больше визуализации красивых картинок и мало именно чертежей проектных решений есть наоборот где визуализации мало или она условная и в основном есть чертежи ну и полный проект это где того и того достаточно естественно полный проект более комфортный оптимальный для ремонта потому что тот же мастер может из различных источников различных листов сочетать информацию где должна быть розетка и на визуализации и на чертежах по самому дизайну по визуализации главное чтобы клиенту или вам нравился ремонт потому что жить все-таки вам и в принципе мнение других или тренды можно поставить на второй план главное чтобы вам было комфортно вот но если вам сложно определиться с чистовыми материалами с визуализацией можно конечно дизайнера но есть и обычные правила которые просто позволят вам подобрать материалы для обычного ремонта эти правила достаточно просты цвет стен это вот на ваш вкус тут каких-то канонов нет вот главное подобрать цвет межкомнатных дверей и напольного покрытия с плинтусами и тут два правила либо плинтус и дверь в один цвет пол контр на контрасте но не делать главное темным потому что на темном полу видно все все пылинки и вся грязь вот стараться избегать прям уж темных тонов это не очень практично либо делать полностью пол и плинтус и двери в одной цветовой гамме плюс избегать всяких ярких золотых элементов вот такой матовый хром это вот универсальная история если цвет стен тоже как быть сложно определиться то обычно выбирают вот больше бежевые или светлые тона популярностью пользуются ну и дальше розетки и потолок это классический сантехника белого цвета принципе выбирать осветительные приборы лучше коллекциями вот тогда не надо будет задумываться но если как бы сложность лучше конечно обратиться к дизайнеру он поможет плюс в интернете много стилей различных про жилье а если например визуализацию собственники хотят сделать сами а вот за техническую часть там разводка там электроприбор техническая часть в любом случае нужна потому что если с визуализацией или определиться световой гаммой или с часовыми материалами обычный обыватель может это даже интересно особенно женской половине походить по магазинам по цвета посравнивать там материалы то вот с начинкой инженерной электрика сантехника и самое главное вот планировочное решение как все это уместить на небольших квадратах чтобы была и рабочая зона и ребенку было удобно и еще что-то там решить свои задачи конечно в этом нужен обратиться к специалисту вот редко кто вот самостоятельно может это все грамотно спланировать как правильно подобрать людей которые будут делать этот проект потом ремонтную бригаду как вообще подобрать день которые будут делать себе ремонт драгоценный тут наверное правило стандартные вот я сейчас не открою каких-то новых горизонтов первое это непосредственно посмотреть те работы которые выполняла бригада вот поговорить с заказчиком предыдущим например если есть такая возможность чтобы бригадир дал телефон непосредственно отзыв в идеале конечно съездить посмотреть как этот ремонт выглядит и так далее вот даже если вам рекомендуют там знакомые родственники лучше в живую посмотреть их не ремонт потому что что для них считается качеством для вас может считаться как бы неприемлемым вот это раз второе посмотреть какими инструментами работает бригада то есть ездить на тот объект который они непосредственно сейчас ремонтируют у хорошие бригады есть всегда свой хороший инструмент целый набор потому что специалист которые специализируются на ремонтах он понимает что время деньги и без хорошего инструмента хорошо работу быстро не сделать и они в эти инструменты вкладываются третье образование и опыт обычно кто начинает заниматься ремонтами где-то на 3 4 год только набираются хорошего опыта который позволяет их оценить как хороших сотрудников и ремонтник ну и профильное конечно образование вот беспрофильное образование есть конечно самоучки но это редкость а стереотип о том что у тебя отработники должны быть обязательно русские для того чтобы все сделать нормально а если придут какие-нибудь гости из солнечных стран то все может получиться не очень насколько жизнеспособен ну есть такой стереотип но это не правило на самом деле надо избегать мастеров на все руки это есть как и из средней азии так и из россии неважно то есть тут национальность никак не влияет вот если тот же бригадир говорит что у него мастера на все руки поинтересуйся кто не будет делать электрику кто сантехнику это все если все это один тот же человек то лучше к нему не обращаться вот точно так же например черновые работы например по той же оштукатуриванию сейчас редко делают ну скажем так славяне вот в основном это мастера из средней азии и многие из них очень профессионально делают и прямо специализируется на этом поэтому этого бояться не стоит бояться стоит мастеров на все руки которые и штукатурят и плитку кладут и сантехнику и электрику подключаю я не говорю конечно таких мастеров не бывает но это единицы большой риск нарваться некачественную работу про жилье вот сервис типа угла который именно организует ремонт что он дает человеку который собрался делать ремонт и кому подходит а кому может быть не подходит плюс таких сервисов в том числе как и угол который предоставляют под ключ выполнение задач тех или иных по ремонту это естественно экономия времени то есть если человек во время это деньги и считает свое время ему нужно непосредственно зарабатывать эти деньги и некогда отвлекаться на ремонт который есть своя специфика туда надо полностью погружаться то естественно такие сервисы позволяют ему переложить эту ответственность нагрузку и сэкономить свое время и деньги вот плюс очень часто бывает что физически клиент не может организовать ремонт потому что объект находится в одном городе сам клиент проживает другом физической возможности управлять этими процессами присутствовать принимать нанимать у него просто нет вот конечно в данном случае без такого сервиса не обойтись кому скорее всего менее подходит это кто хочет заниматься самостоятельно ремонтом но в данном случае для таких клиентов у нас есть услуга по проектированию то есть мы поможем сделать хотя бы минимальный там набор чертежей который позволит девяющих куда девайщику самостоятельно ремонтировать квартиру ли мы намнимать мастеров если ремонт у него будет там например поэтапные кто-то делает там сначала комнату потом кухню ванну и так далее так далее не в комплексе тут скорее всего да надо искать специалистов мастеров и сначала делать поэтапно там электрику потом сантехнику так далее так далее как это происходит человек может прийти вообще без ничего вот только с квартирой и желанием сделать ремонт и дальше начинается с ним работа или он должны какие-то минимальные исходные данные у него исходные данные должны быть хотя бы планировка квартиры вот планировка квартиры и понимание какие задачи должен решить ремонт что он там хочет видеть это квартира под сдачу он лично там будет жить либо и он делает для родственников вот и чтобы хотя бы минимально спланировать расстановку мебели и планировочные решения сделать в квартире нужно понимать потребности жильцов которые там будут проживать вот эта минимальная информация которая нужна чтобы начать работать а дальше уже специалисты помогут если надо выбрать стиль подобрать материалы ну и определиться с там с работами сколько это примерно стоит на рынке и клиент ориентировался сможет ли он нанять бригаду либо ему придется частично закрывать вопрос своими силами ну то есть это вариативно не обязательно у тебя есть какой-то пакет и ты только его можешь купить да да у нас например не знаю как на других сервисах но у нас сервис построен по поэтапному развитию то есть начало идет процесс проектирования различного наполнения под достаточно демократичные ценники и когда уже клиент определился с проектированием он дальше может идти по пути уже непосредственно ремонта может заказать просто например тендер бригады мы ему подберем дальше он может сам управлять этими процессами принимать у них работы закупать материалы и так далее если ему этого мало у нас есть следующий как бы этап это технадзор мы можем предоставить специалисты если клиенту нам не никогда или он не имеет специализации проверять именно как выполняются работы мы можем предоставить услугу технадзор и если клиент совсем хочет все отдать чужие руки у нас есть непосредственно услуга по управлению ремонтом помимо технадзора и тендера туда уже добавляется непосредственно управление непосредственно бригадой все закупки материалов и клиент просто получает уже ремонт под ключ про жилье есть ремонт от застройщика если человек покупает новостройку считается что он дешевле потому что застройщику дешевле стройматериалы и как будто бы это экономит время и деньги человек который покупает новостройку с каким-то минимальным ремонтом под ключ например там white box покупает насколько это действительно так и каких случаях стоит все-таки выбрать ремонт нет застройщика самостоятельный ремонт и насколько это может быть дороже ну тут трудно спорить ремонт от застройщика он дешевле но не только из-за того что там они покупают материалы оптом в основном застройщик при организации ремонта минимизирует свои риски вот таких ремонтов а риски у него следующие первое не ложится в бюджет который он заложил потому что он продает квартиру например два года назад а передавать будет сейчас ремонт делать сейчас вот за два года стоительные материалы могут подорожать как и рабочая сила поэтому он нанимает обычно вот как раз мастеров на все руки масштабом и так далее и так далее и получается что там не совсем квалифицированные специалисты работают вторая тоже риск это сдать не в срок поэтому быстро делается ремонт но плюс естественно ремонт от застройщика то что можно его в ипотеку включить это сейчас очень актуально и при получении ключей практически сразу въехать в квартиру но на этом плюс и заканчивается сожалению большинство застройщиков вот идет по процессу удешевления хотя не все конечно на рынке сейчас идет переломный момент появляются застройщики которые пытаются в качественно сделать все-таки ремонт чтобы не было вот этого шлейфа но в общей массе нужно готовиться что через год-два идет этот ремонт переделывать потому что он превратится уже в такое что-то не очень красивое поэтому если у клиента есть денежные средства свободные которые не обед ну и есть возможность не вкладывается в ипотеку именно ремонт такой задачи не стоит и он хочет ремонт под себя то лучше конечно купить квартиру без отделки причем лучше купить квартиру и без white box а сейчас эта история до популярна но по тем же причинам что и ремонт с чистовой отделкой white box а не исключение у большинства застройщиков так как и застройщик продает площади ему не выгодно штукатурить в идеале всю квартиру потому что только съедает достаточно большое количество площадей вот учитывая стоимость квадратного метра просто невыгодно поэтому к сожалению большинство white box of это просто задача сделать белую квартиру чтобы она выглядела чистенько и никакой никакой геометрии выравнивания стены в реальности она не несет и очень часто встречается история что когда начинаешь замерять такие квартиры ни одного прямого угла нету мебель нормально не ставить и приходится все это отбивать и заново делать даже не очень понятно какие штукатурные материалы застройщик использует вот поэтому чтобы сделать надолго и для себя лучше купить квартиру без черновой отделки без white box а и уже с нуля сделать ремонт про жилье сказали уже о том что подражали материалы это очевидно ну и соответственно выросла стоимость ремонт сейчас сколько может стоить ну я понимаю что это очень средняя температура по больнице но какого-то объема квартиры ну там за не знаю 35 квадратов да если она совершенно без ремонта бетонные стены сколько это может стоить и сколько это может по срокам занимать 35 квадратов это наверно однокомнатная квартира стандартная сейчас вот если брать в комплексе когда нужно оштукатурить стены и выполнить полный комплекс работ в среднем это занимает два с половиной месяца ну плюс-минус две недели это прям все можно заезжать через два с половиной да 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 если клиент конечно определился с чистовыми материалами и бригада не простаивает и со снабжением нет никаких проблем то реально сделать два с половиной месяца на комнатную квартиру если квартира чуть побольше там двухкомнатные трехкомнатные то где-то двушка наверное от трех до четырех месяцев тоже зависит от объема и площади квартиры и сложности работ большие трешки или там где-то от четырех до пяти но это такие условные сроки это стандартный ремонт если там ремонт именно какой-то индивидуальный больше дизайнерский со сложными работами то там на больших площадях может выходить и 6 и 7 месяцев а бюджет бюджет если брать вот самые по минимуму то где-то чистовые материалы вот просто купить обои там ламинат и так далее надо рассчитывать что это где-то 350 тысяч где-то 10 тысяч на за квадрат примерно в такую же сумму выйдут и черновые материалы причем среднего ценового категории то есть не не импортные и так далее и непосредственно работы от 10 до 12 тысяч за квадрат это минимально будет вот может быть конечно дешевле но это уже вопрос качества мы ориентируемся а если какой-то компромисс попытаться сделать и например черновые работы взять от застройщика а чистовые уже нанять бригаду сделать ремонт насколько это может быть правильно или можно и так но тут надо делать упорно при приемке квартиры чтобы white box именно был вот качественно сделан то есть чтобы не поленитесь закажите приемщика чтобы хотя бы геометрия муж не можем конечно приемщик не сможет проверить качество там самой смеси штукатурные но геометрию завалы стена ровность полов и так далее это он проверить сможет вот тогда нужно если по такой схеме идти просто требовать от застройщика чтобы не было никаких дефектов в процессе ремонта это как-то можно контролировать или только для ту же пришел с приемщиком ключи получать посмотреть результат и в процессе ремонта у застройщика обычно застройщик никого туда не пускает да говоришь что пока квартира не передана ты его квартира вот приходите когда вас позовьем поэтому в свои процессы вряд ли он вас пустит и проконтролировать не сможете вот легче тогда но если конечно каких-то знакомых нет которые вот прямо работают в компании и вас за ручку будут неофициально водить и с кем-то там сводить с каким-то прорабом который чисто для вас будет показывать или делать сразу под вас а приемщик это понимаю он может на месте составить акт дефектов который застройщик должен будет устранить в какие-то сроки да да либо ну в данном случае я бы рекомендовал составить акт дефектов в идеале попросить денежную компенсацию потому что лучше проконтролировать и самому переделать вот но конечно обычно застройщики пытаются устранить это все собственными силами но по крайней мере хотя бы так заставить про жилье ну и завершение нашего разговора какие-то ремонтные лайфхаки от вас есть которые нужно знать человеку который процессе ремонта собирается к ним приступить лайфхаки нынешней ситуации должны больше направленным быть как сэкономить бюджет вот поэтому в принципе если человеку не нужна идеальная геометрия вот чтобы сэкономить есть такая история как штукатурим по правилу когда стены штукатурится не по маякам не идеально ровные мастер штукатурит с помощью правила такой инструмент рейка и делает стены визуально просто ровными материал уходит меньше стоимость работ таких меньше поэтому здесь существенно будет экономия но и углы будут тоже неровные то есть если вы планируете вставить какую-то мебель и так далее то будут видны щели и огрехи поэтому данный лайфхак можно использовать но например если точно понимаете что здесь будет кухня то лучше часть часть стен сделать все-таки по маякам куда будет встраиваться мебель что там она не было проблем с установкой но часть стен например которые не принципиальные и вы понимаете что там ничего не будет устанавливаться можно сделать правил плюс если стены неровные например от того же вот достался вам white box от застройщика и к сожалению с не идеальной геометрии то чтобы тоже было меньше видны вот неровности использовать обои под покраску стараться не использовать декор декора который не гнется например плентуса мдф они к неровным стенам ровно не будут прилегать поэтому лучше использовать пвх плинтус вот по крайней мере он гнется и все неровности скроет также достаточно часто на кухне пытается сделать пол из плитки например потому что ламинат конечно на кухне долго не проживет всегда что-то падает на пол проливается так далее но плитка это холодный материал фактически везде где мы укладываем плитку надо сразу планировать и теплый пол вот в данном случае есть материал похожий на ламинат как кварц винил либо на полимерной основе другие материалы которые не боятся влаги вот их можно укладывать прям единым контуром на самом деле хоть они и стоят дороже ламината но если сравнить стоимость той же плитки плиточного клея и стоимость работ просто если заменить это плитку на кварц винил примерно выйдет столько же но этот материал теплый то есть не надо под него делать теплый пол но это больше не лайфхаки не для экономии а больше видим сейчас больше для удобства то есть если у вас радиаторы отопления подключены не по коллекторной системе то есть не через пол идут трубы а вот именно там стояк стандартные в углу квартиры комнаты то лучше это конечно все зашивать потому что все эти трубы скапливают пыль вот и лучше сделать фальш стену из гипсокартона и сделать более широкие подоконники используют как рабочую поверхность особенно на кухне когда всегда рабочей поверхности мало и сразу там же в откосах предусматривать и розетки например для потому что нужно где-то заряжать телефоны а если это кухня то всегда нужно какую-то кофеварку или тостер где-то включить не экономить тоже на розетках лучше сделать розетки запасом чем потом везде будут эти провода подсоводлинителями да вот не делайте никогда одинарные розетки потому что стоимость между одинарной и двухпостовой минимальная лучше сразу сделать две розетки вот также часто не используют или не знают что есть такие такое понятие проходной выключатель когда зоны освещение можно управлять с разных мест тоже нужно использовать особенно в длинных коридорах чтобы не бегать туда-сюда не выключать и включать свет и например в детской до использовать выключатель в виде диммера потому что если особенно если там маленькие дети всегда они боятся резкой темноты вот и при кроватных монстров и один мир позволяет сделать из освещения прям такой ночник принципе можно дальше продолжать есть много нюансов которые должен предусмотреть дизайнер это и удобная ширина коридора и что ванна на самом деле а для взрослого человека не должна быть метр семьдесят меньше потому что это уже некомфортно раковина тоже обычно у нас в советские времена ставили 60 сантиметров узкую вот но на самом деле комфортная раковина для одного человека пользоваться начинается где-то от 70 сантиметров 70 80 вот поэтому если площади позволяет дизайнер конечно всю эту эргономику просчитывает и ставить соответствующее оборудование в том числе и расположение выключателей на какой высоте розеток звучит так как будто стоит на главный факт и нам есть хорошего дизайнера который все это у тебя продумает нарисует да 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 потому что чтобы во всем этом разобраться надо либо уделить время прям существенно сесть в интернете почитать опыт собрать и так далее так далее это все есть и на ютубах и в статьях и в том же цене и других соцсетях но это занимает время на самом деле и если у человека есть время на чем занимается пожалуйста есть там и сервисы до которые позволяют простенькие чертежи сделать вот но если нету времени нету знаний или нет желания просто этим заниматься то легче до обратиться соответствующий специалисту который все подскажет и расскажет хорошо спасибо большое за интересный разговор до свидания до свидания про жилье а